У меня сегодня судьба продолжать тему. Мы продолжим тему рака предстательной железы. Конечно, очень важна тема ацинарного рака предстательной железы, хотя бы потому, что подавляющее большинство опухолей является ацинарным раком. Однако в погоне за диагностикой ацинарного рака, которая, кстати, у нас очень даже теперь неплохая по стране, гораздо ситуация улучшилась, мы абсолютно забываем про то, что существуют и другие варианты. И на огромное количество мужчин, которые имеют рак предстательной железы, если переложить на количество мужчин в абсолютных цифрах, это не такое уж маленькое получится, не такое уж, чтобы мало людей страдают, а на самом деле важно для лечения. Классификация ВОЗ 2016 года, новая, она определяет из эпителиальных опухолей железистой ацинарную со всеми ее вариантами и предраковыми процессами и не ацинарные варианты рака. Это, прежде всего, протоковая, уротелиальная, плоскоклеточная опухоль, базально-оклеточная, немножко особняком нейроэндокринные опухоли. Вот сейчас об этом и поговорим. Начнем с протоковой карциномы. Это простатическая аденокарцинома, состоящая из крупных желез, высланных высотним псевдостратифицированным цилиндрическим эпителем. В классификацию ВОЗ 2016 года вошли только три варианта – криброзный, папиллярный и солидный. Впервые она была описана под термином эндометриальная. В связи с тем, что эта опухоль локализуется вокруг простатического бугорка, а морфологическая картина очень похожа на рак эндометрия, Тумеликов и Патчер, которые описали, предположили, что она исходит из остатков мюллерово-протока маточки. Однако, эта опухоль отвечает на орхектомию. Данные монодистохимического, ультраструктурного, обычного гистохимического исследования говорят о том, что это простатическая аденокарцинома, и термин эндометриальная не должен быть использован. Традиционно ее рассматривают как более агрессивный вариант ракопрестательной железы, представленный уже распространенными формами, с высокой суммой глиссона и, самое главное, с проблемами в выборе тактики лечения. Итак, протоковая аденокарцинома. Она бывает двух вариантов. Классическая – это изолированная. Она располагается вокруг простатической части уретры и встречается не так уж и часто, до менее 1,5% случаев. А вот в периферической зоне, в сочетании с обычной аденокарциномой, посмотрите, с каждым годом вот этот процент растет, потому что на нее стали обращать внимание, появились дифференциально-диагностические критерии. И клиническая картина у этих вариантов разная. При изолированной опухоли пациент обращается с признаками гематурии и абструкции, в связи с чем ему делают цистоскопию и выявляют контакт на кровоточащий экзофит в области простатической уретры с переходом на шейку мочевого пузыря. При рактальном исследовании простата может быть изменена, может быть нет. И маловероятно ожидать повышенный ПСА, даже при генерализации процесса. А вот клиника смешанной протоковой ацинарной аденокарциномы она частично может совпадать с протоковой, а может этот рак течь исключительно под маской только ацинарной карциномы. Единственное, что обращает внимание, это не столь высокий уровень ПСА. Морфологическая картина. Классическая протоковая рака, легко узнаваемая. Комплекс сосочков, анастомозирующих желез, скреброзные, солидные структуры и обязательно псевдостратификация ядер. Циталонические признаки. Это выраженная ядерная типия, нуклеомегалия и частые фигуры метозов. Если вы видите методические фигуры при раке предстательной железы, обязательно подумайте, не протоковая ли это аденокарцинома. А вот цитоплазма будет обильная и светлая. Протоковый рак может содержать комедонекрозы, и тогда он становится очень похож на комедокарциному молочной железы. А вот здесь на слайде, пожалуйста, протоковая карцинома в сочетании с обычной ацинарной карциномой. Можно увидеть также и неинвазивную протоковую карциному. Что делать тогда? Мы обязательно указываем ее в ответе, и более того, мы ее градируем по глисону, несмотря на то, что мы видим, что это неинвазивный рак. В классификацию ВОЗ не вошел кистозный вариант протоковой карциномы, однако он очень даже существует, это два наших случая. Он встречается в периферической зоне и представляет собой экзофитный компонент, который растет внутрь крупного пространства, полости, и напоминает рост, вот как в полость матки, либо при раке яичников рост в кисту. Очень новый вариант, пинподобная аденокарцинома. Он очень сложен для диагностики, потому что очень напоминает пин, очень похож. Единственное, что спинка к спинке расположены железы, хотя и не настолько плотно может быть. И тут можно говорить об ацинар, крупноакцинарной аденокарциноме. Кроме того, описан уротелиоподобный тип протоковой карциномы. И он очень похож на уротелиальный рак, и морфологически. Их, что хуже всего, иммуногистохимически. Он экспрессирует уротелиальные маркеры. Нас спасает то, что рядом с... Еще не описано уротелиального варианта протокового рака, изолировано без комбинации с обычными сосочковыми либо криброзными структурами. Поэтому, когда вы видите такую картину, не надо искать два рака. Вот типичная картина. Делают цистоскопию, трансэректральную резекцию. Пациенту ставят диагноз популярный уротелиальный рак высокой степени злокачественности. Вот с таким диагнозом он поступает на консультацию. Обращает на себя внимание. Я не буду останавливаться. В общем, я поняла, заподозрила неладное дело. Не похоже это на уротелиальный рак. Вот, пожалуйста, ПСА+, П63-7-цитокератин-минус. Типичная локализация, типичная клиническая картина и типичное иммуногистохимическое исследование. Обычный протоковый рак экспрессирует и ПСА, и ПСМА, и РЦМАЗу в подавляющем большинстве случаев. Но есть особенность, крайне неприятная для нас. Мы выявляем прерывистый базально-клеточный слой протоковой карциномы до 30% случаев. Это не исключает инвазивный рак. Это вводит нас в заблуждение. Мы ставим высокую пинь. Кроме того, фокально может, но только фокально, выявляться раковый эмбриональный 7-й и 20-й титокератин-сиди-экс-2. И для протоковой карциномы характерны обычно высокий уровень КИ-67. С чем надо проводить дифференциальный диагноз? Со вторичным колоректарем дифференциальным раком, который вовлекает в простату. Во-первых, мы должны знать клиническую картину, что у него в малом тазу вообще творится у этого мужчины, прежде чем мы смотрим эти препараты. Но на крайний случай мы делаем иммунодистохимическое исследование. Сиди-экс-2, 20-й цитокератин, можно диалин использовать. И нет экспрессии ПСА-ПСМА. Дифференциальный диагноз с уротелиальным раком, который имеет обычно солидное строение, и коэкспрессирует с 7-й и 20-й цитокератин, П-63. И отсутствует экспрессия простатических маркеров. Гораздо сложнее проводить дифференциальный диагноз с обычным ацинарным раком, потому что иммунодистохимическое исследование нам помочь не может вообще никак. Здесь мы ориентируемся только на гемотоксилины-1 и на свои глаза, на свое внимание. Обращаем внимание, во-первых, на локализацию, во-вторых, мы смотрим на выраженность ядерной АТП, ищем методические фигуры и истинные сосочки. Также сложно проводить дифференциальный диагноз скреброзный пин, где иммунодистохимия тоже нам мало помогает, хотя может помочь. Ищем истинные сосочки. Вот, пожалуйста, клиническая картина при панобиопсии предстательной железы, ПСА увеличенной, но не усиленной. Вот такая картина, такая структура. Что это? Пин. Обращаем внимание, истинный гиброваскулярный стержень. Не бывает при пин, даже сосочка гиброваскулярного стержня. Там сосочки складываются исключительно из эпителиальных клеток. Кроме того, можно ориентироваться на расположение структур спинка к спинке. А если уж мы находим комедонекроз, то это стопроцентно карцинома. Остается определить, какая. Ацинарная или протоковая. В пин не бывает комедонекроз. В данном случае иммунодистохимическое исследование дало результаты. Оказалось, что отсутствует базально-печный слой при абсолютно адекватном внутреннем позитивном контроле. Мужчину приоперировали, и у мужчины оказался комбинированный рак, ацинарный и протоковый. Протоковый рак единственная неоцинарная аденокарцинома, которая градируется по глицаму. Подавляющее большинство относятся к градации 4. Комедокарцинома и опухоль солидного строения градируются пятеркой. А редкий пин подобный вариант рекомендовано относить к градации 3. Прогноз. Протоковая карцинома является более агрессивной опухолью по сравнению с ацинарной. Смотрите, до 40% пациентов на момент диагностики уже имеют метастазы. А пятилетняя выживаемая составляет 15-43%. И даже ограниченный фокус аденокарциномы протоковой в трепанной биопсии является основанием к выбору другой тактики лечения. Потому что антреогенная депривация является палеотивным методом. Хотя эти опухоли отвечают на гормональную терапию. И при ранней стадии тактикой выбора обязательно будет образ татоктамия. Следующий вариант рака, на который я хочу обратить ваше внимание, это мелкоклеточный рак. Когда мы слышим словосочетание мелкоклеточный рак, сразу автоматом у нас возникает представление о раке легкого. Да, конечно, это так, но, как это ни странно, представительная железа является вторым после легкого, органом после легкого, где чаще всего встречается мелкоклеточный рак первичный. На первом месте легкая, на втором представительная железа. Впервые в 1977 году писал Венг. И очень интересна точка зрения анагистогенез первичного мелкоклеточного рака предстательной железы. Четкого ответа на этот вопрос нет. Есть только три гипотезы рабочих. Значит, первое, что мелкоклеточный рак развивается из трансформации нормальных нейроэндокринных клеток, которые входят в состав органов. Однако они представлены постметодическими клетками, что делает маловероятным трансформацию в такой агрессивный рак. Вторая теория говорит о том, что мелкоклеточный рак развивается при нейроэндокринной дифференцировке обычной ценарной аденокарциномы после лечения в результате селекции гормонорезистентных клеток с нейроэндокринной дифференцировкой. Вот эта теория основывается на том, что действительно до половины случаев первичного нейроэндокринного рака мелкоклеточного развивается через какое-то длительное время после обычной ценарной аденокарциномы и гормона лучевого лечения. И третья теория. Мелкоклеточный рак происходит из мультипатентной стволовой клетки простатического эпитерия. Подавляющее большинство этих пациентов, как правило, симптоматические пациенты. Они уже имеют метастазы и паранеопластический синдром. При этом у них выраженное поражение пристательной железы и низкий уровень ПСА. Средняя продолжительность жизни таких пациентов очень небольшая. Дисталоническое строение мелкоклеточного рака типичное. Я на нем останавливаться не буду. Важно очень распознавать мелкоклеточный рак пристательной железы, так как он имеет сходство с низкодифференцированным эмоциональным раком. А лечение, тактика лечения абсолютно иная. И поведение его абсолютно иное. Он не будет отвечать на гормонную лучевую терапию. Там обязательно надо делать семью терапию на основе цисплатины. Для диагностики мелкоклеточного рака мы используем нейроэндокринные маркеры. Нельзя использовать один маркер. Потому что, посмотрите, хромогранину А позитивен только в 61% случаев. Я всегда использую обязательно 3 маркера. И мы учитываем, что чем ниже степень дифференцировки опухоли, тем больше вероятность потери экспрессии специфических маркеров. Дифференциальный диагноз проводим с асценарной аденокарциномой высокой степени злокачественности. Точкой будет иммунодистохимическое исследование с выявлением экспрессии нейроэндокринных маркеров. Может встать вопрос дифференциальной диагностики с линкомой при статей нашей визы. Они редко, но бывают в простате. И они очень похожи. Тот же самый Краш-синдром, то же самое высокоядерно-стоплазматическое соотношение. Здесь тоже иммунодистохимическое исследование должно быть проведено. Следующий вопрос, который может стать, это дифференциальная диагностика первичный мелкоклеточный рак предстательной железы или это метастатический рак предстательной железы. Что куда? Из простаты в легкое или из легкого в простату? Или так, из простаты прорастает мочевой пузырь или из мочевого пузыря прорастает в простату? Вот если на первый вопрос мы можем ответить, в большинстве случаев, потому что существует легочный поверхностный протеин, ТТФ1, ПСА, ПСМА, вот эти специфические маркеры позволяют нам хоть как-то разграничить. Хотя надо помнить, что ТТФ1 экспрессируется в ряде случаев первичного мелкоклеточного рака предстательной железы. То разграничить рак прорастания из простаты мочевой пузырь при отсутствии экспрессии ПСА-ПСМА практически невозможно. И это не имеет большого клинического значения, потому что тактика лечения будет одна и та же. Химиотерапия. Кроме этого, в предстательной железе есть высоко дифференцированная нейроэндокринная опухоль, то, что мы привыкли назвать карцинует, но встречается крайне редко. Очень слокачественный крупноклеточный нейроэндокрин, очень редко встречается. Я не буду на них останавливаться. Но значительно чаще мы встречаем аденокарциному с фокальной нейроэндокринной дифференцировкой. Как правило, это высокая сумма глиссона, яркая экспрессия ПСА и очаговая экспрессия нейроэндокринных маркеров. Следующий вариант. Саркоматоидная карцинома. Это редкая бифазная опухоль, которая состоит из двух компонентов саркоматоидного и карциноматозного, которые сочетаются в различных пропорциях, но преобладает чаще саркоматоидный компонент. Карциноматозный компонент чаще всего ацинарная денокарцинома с высокой суммой глиссона. Наверное, это позволило по классификации ВОЗ-16 года отнести ее к варианту ацинарного рака. Она так и записана сейчас, как вариант ацинарного рака. Хотя, посмотрите, он может быть представлен протоковым раком, мелкоклеточным, плоскоклеточным, уротелиальным, любым. А саркоматоидный компонент может иметь гетерологичные элементы, которые представлены. Это фибросаркома, чаще всего кондросаркома, остеосаркома. В общем, любым видом саркома. Это очень агрессивная опухоль. И лечение только хирургическое. Плоскоклеточный аденоплоскоклеточный рак. Очень агрессивная опухоль, лечение которой только хирургическое, гормональная химиотерапия неэффективная. Низкий уровень ПСА, а то и нормальный. Морфологическая картина типична, я останавливаться на ней не буду. Базально-клеточный рак. Тоже не дает повышения уровня ПСА, а как раз таки дает экспрессию маркеров базальных клеток и отсутствие экспрессии ПСА и ПСМА. И последний вариант, о котором я вам сегодня расскажу, это уротелиальный рак. Частота первичного уротелиального рака до 3% от всех обхлепрестательной железы. Откуда в простате возникает первичный уротелиальный рак? Из уротелия, выстилающего уретру, и переуретральные простатические железы. А также, как вариант, при уротелиальной метаплазии, которые в дальнейшем подвергаются диспластическим и неопластическим изменениям. Вторичная уротелиальная рака простаты наблюдается у пациентов с раком и чопузыря, о котором я сегодня рассказала. Эти цифры я уже приводила. Клиническая картина первичного уротелиального рака. Симптомы обструкции и гематурии. ПСА, как правило, в пределах нормы. В большинстве случаев диагноз верифицируется после трансуретральной резекции и иногда при игольной биопсии. Уротелиальная карцинома инфиту очень коварная вещь. Она может распространяться по протокам и ацинусам предстательной железы на любую глубину, вплоть до семенных пузырьков и поражать семенные пузырьки. И стадирование. Есть некоторые особенности. Т1 стадия, это если есть инвазия в субоптериальную соединительную ткань. И Т2 стадия, это инвазия в простатическую строму. Морфологическая картина. Я сегодня не инвазивные варианты рака, я рассказала. Они все соответствуют и в предстательной железе. Но что касается карцинома инфиту, то есть здесь частенько можно увидеть из группы карцином инфиту именно пиджетоидный характер роста, который сложно диагностировался. Вот, пожалуйста, трепанобиопсирак предстательной железы, клинический трепанобиопсир. Опухоль солидного строения, экспрессии 7-20-го, цитокератина и всех остальных позволяют верифицировать уроцепервичный уротелиальный рак. У этого пациента исключена опухоль мечевого пузыря. Таким образом, иммунодистохимическое исследование аналогично экспрессии обычного уротелиального рака, но когда мы ставим реакцию с ПСА и ПСМА, то есть с простатическими маркерами, сохранившиеся секреторные простатические клетки и секрет, который может оставаться в этих структурах, может давать окрашивание и симулировать поверхностную позитивную реакцию. Поэтому будьте внимательны. И даст неправильную оценку. Прогноз зависит от наличия либо отсутствия инвазии. Поэтому очень тщательно необходимо искать, есть инвазия или нет. Если инвазии нет, 5-летняя выживаемость после простаты к томе 100%, если есть инвазия, меньше половины, 45%. Их тактика лечения. Даже при выявлении неинвазивного уротелиального рака простаты рекомендована радикальная простата к томе по одной простой причине. Внутрибузырная терапия при поражении простаты неэффективна. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ОКОПОЗОВЯЮЩЕВТИ Продолжение следует...